Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. По сыроварим? Приготовим сегодня вместе с вами Буковинский сыр, сыр родом Западной Украины, где он был впервые сварен, после этого было налажено производство, и сыр, так сказать, разошелся по всему Советскому Союзу. На сегодняшний день, ну, Советского Союза, естественно, давно уже нету, готовили его при Советском Союзе. На сегодняшний день Буковинский сыр выпускают в России, в Латвии, в Литве, еще во многих республиках бывшего Советского Союза. В то же время за пределами страны СНГ Буковинский сыр практически неизвестен. Итак, Буковинский сыр, сычужный сыр с низкой температурой второго нагрева. Выпускается обычно достаточно узкими, примерно 15-20 сантиметров, и высокими цилиндрами. Сыр требует большого веса прессования, поэтому я не могу, у меня есть форма, как вы знаете, такая узкая, но высокая, сделанная из вентиляционной трубы, я не могу ее использовать, потому что она не выдержит прессования 20-25 килограмм, и мне приходится взять вот такую вот профессиональную форму. Кстати, обзор этих профессиональных форм есть у нас на канале, ссылочку найдете в описании ролика, также в описании ролика будет ссылка на наш интернет-магазин, в котором можно купить эти формы. Буковинский сыр готовится из коровьего пастеризованного молока. Традиционно он готовится с добавлением телячьей липазы. Чуть позже я расскажу о ингредиентах. Друзья, мы сейчас пастеризуем молоко. Готовим мы сегодня буковинский сыр из 20 литров коровьего молока на нашей сыроварне полного цикла. Сыроварня полностью автоматическая, оборудована блоком управления и мешалкой с реверсом. Ссылочки на видеообзоры всех четырех видов сыроварен, а это 12 литров, 22 литра, 32 литра и 42 литра, найдете в описании ролика. Также в описании ролика будет ссылка на сайт, на котором вы можете приобрести сыроварню. С помощью этой сыроварни вы можете делать абсолютно все процедуры, ну, что касается сыроделия. Это нагрев молока, пастеризация молока, созревание сгустка. Можете делать также порезку сгустка, сыроварня комплектуется вот такой вот универсальной лирой. При желании можно заказать только горизонтальную лиру. Также в сыроварне можно делать чидеризацию, стуфатуру и приготовление рикотты. Если у вас еще нет нашей чудесной сыроварни и нет другой сыроварни, рекомендую использовать классическую водяную баню. Две кастрюли, большая кастрюля, в нее помещаем меньшую, в большую наливаем водички, так, чтобы поверхность воды касалась донышко меньшей кастрюли. И вот такой вот конструкции уже варим сыр. Я вас предостерегаю не варить вообще никакие сыры, просто в кастрюле. Во-первых, моменты пригорания, но даже если с помощью плавного нагрева вы избегаете моментов пригорания, то как бы при поддержании температуры происходит частичная пастеризация молока. Соответственно, у вас неправильно проходит процесс закисления, потом мало сгустка, меньше количества выход сыра. Ну, в общем, всякие такие неприятные нюансы. Поэтому, если нет сыроварни, готовьте в водяной бане. Кстати, если у вас есть сыроварня, но она не укомплектована мешалкой, я знаю, очень много людей имеют такие сыроварни. У нас на сайте также есть универсальная мешалка, которая подходит для любых сыроварен. Можете посмотреть в описании видео, будет ссылочки на обзоры этой мешалки и также ссылка на сайт, где ее можно приобрести. Для приготовления буковинского сыра в домашних условиях нам понадобятся следующие ингредиенты. В первую очередь, 10% раствор хлористого кальция. Так как мы готовим из пастеризованного молока, то хлористый кальций вносить просто обязательно. Опционально, телячья липаза. Закваска. Мизофильная газообразующая закваска прямого внесения. И молокосвертывающий фермент в любой форме. В данном случае мы используем микробиальный фермент. Лучше всего для этого сыра подходит животный фермент с большим содержанием химозина, то есть с большим химозина или меньшим пепсина. Или чистый химозин. Все ингредиенты для приготовления буковинского сыра предоставлены нашим сырным спонсором, интернет-магазином сырок.com.ua. Ссылочку на интернет-магазин найдете в описании ролика. Также в описании ролика, друзья, будет промокод на скидку от нашего канала. Если захотите что-то купить, не забудьте воспользоваться промокодом. Из оборудования для приготовления буковинского сыра нам понадобится форма с поршнем, либо пресса, а пресса я чуть позже расскажу. За моей спиной стоит пресс нашей разработки, электрический. Ссылки на его обзор также будут в описании ролика, и вы увидите, как он работает. Если нет пресса, то понадобится груз 20-25 кг из расчета на 20 литров молока. Также нам понадобится ковшик шумовка, лира или нож для нарезки сгустка и дренажная поверхность. Несколько слов хочу сказать о форме. Для приготовления сыров с большим весом прессования, таких как канталь, допустим, который прессуется весом 30 кг, таких как буковинский, который тоже надо прессовать весом 20-25 кг, я рекомендую использовать форму без дна. В ней значительно проще формировать сырную головку и делать первые перевороты. Потому что когда головка у вас еще не полностью сформировалась, и вы делаете в форме с донышком, после сильного прессования достаточно сложно излечь головку из формы, не разломив ее. А когда вы имеете форму без дна, вам просто дренажную поверхность сменить, перевернуть форму, и сыр прессуется с другой стороны. Но, опять же таки, это опционально. Если нет такой формы, то подойдет любая форма с поршнем. Итак, друзья, мы пастеризуем молоко. Используем мягкую или домашнюю пастеризацию. Нагреваем молоко до температуры 65 градусов, выдерживаем паузу 15 минут. После этого охлаждаем до температуры внесения закваски. В нашем случае это температура 28 градусов. Ждем, пока молоко пастеризуется, и приступим к варке сыра. Пастеризация завершена. И обычно после пастеризации у нас образуется вот такая вот пенка. Так как у меня работает мешалка, то у меня всю эту пенку вокруг щупа термометра накрутило. Вот эту пенку наша задача аккуратненько собрать. Далее я стабилизирую молоко по кальцию. Дело в том, что в процессе пастеризации ионы кальция, содержащиеся в молоке, переходят в нерастворимую форму. Нам надо восполнить баланс кальция, поэтому вносим 10% раствор хлористого кальция. Вносится он в пастеризованное молоко из расчета 3-4 мл раствора на литр молока. То есть на 10 литров, соответственно, 30-40 мл. Вносим раствор хлористого кальция и хорошенько перемешиваем. Далее вносим телячью липазу. Вносится она из расчета 1,4 чайной ложки на 10 литров молока. Я вношу, получается, одну-вторую, ну или две порции по одной-четвертой и хорошенько перемешиваю. Липаза придает этому сыру неповторимый вкус. И вкус, и аромат. Не перемешиваю, друзья. Ждем 5 минут, вернее ждем 2 минуты, пока регидратируется. После этого перемешиваем движениями вверх-вниз и оставляем на 5 минут отдохнуть. Далее вносим мизофильную закваску. Газообразующую закваску, повторюсь, прямого внесения используем. Рассыпаю ее по поверхности молока. Также дам регидратироваться в течение 2-3 минут. После этого перемешаю движениями вверх-вниз и оставлю молоко для закисления. Температура 28-29 градусов. Желательно поддерживать температуру в диапазоне плюс-минус 1 градус. И оставляю на 20 минут. То есть 2 минутки регидратируется. После этого перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем при температуре 28 градусов на 20 минут. Далее, друзья, вносим молокосвертывающий фермент. Фермент в любой форме за 5 минут до внесения растворяем в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. То есть независимо от того, сухой у вас фермент или в жидкой форме, все равно, если в жидкой, там, допустим, вам надо 10 капель, не 10 капель капаем прямо в молоко, а вначале растворяем и после этого вносим молоко. Далее наша задача хорошенько перемешать движениями снизу вверх, для того, чтобы фермент полностью распределился по всему объему молока. Засекаем время и оставляем сгусток на ферментацию. У нас будет образовываться сгусток. По большому счету, можно рассчитывать просто на время. Обычно для данного типа сыра это 35-40 минут. Но я рекомендую определять время образования сгустка по методу вращающего цилиндра. Это очень просто. Берем капроновую крышечку, предварительно обдав ее кипятком, помещаем на поверхность молока. Она плавает и совершенно спокойно двигается. Мы засекли, включили секундомер или засекли время на часах, и каждые 5 минут проверяем крышечку. Наступит точка флокуляции, когда крышечка прилипнет. И я вам расскажу, как рассчитать время формирования сгустка правильно. Очень часто задают вопрос, а если в рецепте написано 40 минут, мультипликатор написан 3, а крышечка у меня прилипла за 10 минут. То есть, всего у меня получается, к примеру, 30 минут формирования сгустка, а в рецепте написано 40. Ориентируемся в первую очередь на метод вращающего цилиндра. Потому что, если вы передержите сгусток, по времени время дано для каких-то средних идеальных условий. Вы немножко переборщили фермента, у вас сгусток образовался быстрее. Вы немножко выше температуру дали, у вас сгусток образовался быстрее. Если вы передержите сгусток по времени, которое написано в рецепте, а не будете следовать определению точки флокуляции и точному вычислению времени образования сгустка. Соответственно, у вас получится не совсем тот сыр, который вы запланировали. Если передерживать сгусток, многие задают вопрос, уменьшается ли количество выход сыра. Если передерживать сгусток, нет. Выход сыра не уменьшается. Даже наоборот, количество сыра увеличивается. Но чем дольше мы держим сгусток, тем меньше сырное зерно отдает влагу. Поэтому для камамбера мультипликатор 6, для Филадельфии мультипликатор 26, для твердых сыров типа пармезана мультипликатор 2-2,5. То есть, понятно, чем дольше мы держим сыр, тем больше он задерживает влагу, зерно не отдает влагу. И, соответственно, тем более влажный у нас получается сыр. И мы получаем другой сыр. То есть, если мы передержим российский, мы уже получим не российский, а какой-нибудь другой не российский. Если передержим пармезан, то можем получить не пармезан, а российский. Ну, в общем и целом так. А я проверяю крышечку каждые 5 минут, когда наступит точка флокуляции. Прошло 8 минут. Крышечка прилипла. Видите, как на резиночке. Я ее проворачиваю, она возвращается назад. Значит, первое превращение молока, это у нас точка флокуляции. Начало образования молочного сгустка. Умножаем 8 на мультипликатор 3, получаем 24 минуты. Оставляем сгусток для ферментации на оставшееся количество минут. То есть, еще на 16 минут. А после этого приступим к порезке. Конечно же, стараемся поддерживать температуру в пределах 28-29 градусов. После того, как ферментация завершена, можем приступать к порезке сгустка или постановке зерна. В данном случае делаем это в 3 этапа. Весь процесс должен занять у нас около 10 минут. 3 этапа подразумевает следующую технику. Вначале нарезаем сгусток на полосы в одну сторону. То есть, вот такие параллельные полосы у нас должны получиться где-то с шагом 7-8 миллиметров. Ну, не больше сантиметра. Конечно, сложно его вот так вот уж точно порезать. В общем, сильно крупные не делайте. Где-то около сантиметра. И оставляем на 3-4 минуты. Следующим этапом провязаем сгусток на полосы в пендикулярном направлении, чтобы получились такие столбцы. После этого оставим его опять отдохнуть на 2-3 минуты. Друзья, на этом этапе нам надо подготовить воду. В количестве, это должна быть чистая вода, либо фильтрованная, либо артезианская, в количестве 20% от изначального количества молока. То есть, в нашем случае, так как у нас было 20 литров молока, мы готовим 4 литра воды. Нагреваем ее до температуры 45 градусов. Далее вооружаемся лирой и режем зерно горизонтально. Если у вас нет лиры, то используем нож, ну или тот же шампур, введенный под углом 45 градусов. Кстати, у нас на сайте есть тоже три типа размера лир разных. Можете посмотреть. Если вы варите в кастрюле, то можно отдельно приобрести лиру для нарезки сгустка. Оставляем зерно отдыхать на 2-3 минуты. Далее, друзья, у нас две задачи. Первая, начинаем вымешивать зерно. Я для этого включаю мешалку и включаю реверс. Вторая задача, нам надо поднять температуру. Нам надо вымешивать зерно в течение 20 минут. И за это время поднять температуру до 33-34 градусов. Желательно, чтобы температура подымалась не быстро. Поэтому я делаю это в несколько этапов. Допустим, сейчас ставлю на 30 градусов. Через 10 минут поставлю на 32. И через 5 минут на 34. Вот таким вот образом. Зерно вымешиваем вначале очень медленно и плавно, чтобы не раздробить его в пыль. Далее можно немножко увеличить интенсивность. И, конечно же, я вам покажу, как будет выглядеть зерно через 20 минут. Через 20 минут мы получили вот такое вот зерно. Сейчас подыму, вам покажу. Теперь, друзья, надо приступить к понижению кислотности. Для этого останавливаем мешалку. Отбираем 30% сыворотки. Вот изначального количества молока. То есть в нашем случае 6 литров. И вносим 4 литра, то есть 20% от изначального количества воды температурой 43-45 градусов. Вносим до подъема температуры в зерне 37 градусов. По расчетам у нас такая примерно и должна получиться температура. После этого продолжаем вымешивать зерно еще в течение 20 минут. Останавливаем процесс вымешивания. У нас, друзья, должно получиться вот такое вот зерно. Достаточно мелкое и округлое. Оставляем на 5 минут отдохнуть, для того, чтобы зерно осело на дно. Отбираем оставшую сыворотку, таким образом, чтобы у нас осталось на уровень формы. Формировать головку в данном случае мы будем под слоем сыворотки, для того, чтобы у нас получилась закрытая структура головки. Саму сыворотку не выливаем. Из нее мы приготовим итальянский сывороточный сыр рикотта. У нас на канале есть видео о том, как готовится этот сыр. Самое главное правило, не оставляйте сыворотку до завтра. Готовьте рикотту сегодня. На завтра рикотта уже не получится. Можно и сыр сварить, ну именно рикотту, а собрать уже на следующий день. Я вам завтра покажу, сколько у меня получится рикотты с этой варки сыра. Далее, друзья, наша задача сформировать головку под слоем сыворотки. То есть, не извлекая зерно из сыворотки. Я застилаю форму дренажной тканью. Все-таки решил использовать форму с донышком. Потому что под слоем сыворотки без донышка достаточно сложно получается. И прямо вот здесь, вот в сыроварне, перемещаю все зерно в форму, застеленную тканью. В процессе формирования головки, немножко вот так вот прижимаем зерно руками. Хороший выход у нас получается. Вот таким вот образом. Сейчас по максимуму соберу все зерно, которое у меня здесь есть. И помещу его в форму. Накрываю лавсаном. Ну, можно использовать лавсан или сетку-серпянку. Сверху помещаю поршень без груза. И доливаю сыворотки до уровня формы. Наша задача, чтобы первые 10 минут головка формировалась под слоем сыворотки. Ну, таким вот образом. Этого достаточно. Оставляем на 10 минут прямо в сыроварне. Далее извлекаю сыр из-под слоя сыворотки. 10 минут ему здесь вполне хватит. Сейчас он стечет немножко. Далее помещаю под поршень пресса дренажный коврик. Это опционально делается. Можно просто в ткани. Можно коврик. Немного расправляю марлю. Ну, в моем случае лавсан, чтобы убрать складки. И помещаю всю конструкцию под пресс. Первое прессование у нас будет весом 1 кг в течение 1 часа. У меня тут стоит 3 кг. Друзья, по поводу пресса. Пресс полностью автоматический. Вы выбираете нужное давление. Причем он прессует не весом, а именно давлением, так как правильно. И постоянно это давление поддерживает. В описании ролика будет обзор, ссылочка на обзор этого пресса. А также ссылка на интернет-магазин, в котором его можно купить. А мы прессуем наш сыр весом 1 кг в течение часа. Тут, кстати, и таймер есть, который вам показывают нужное время. Через час продолжим работать с нашим сырочком. Попробую его извлечь из этой формы и переместить в новую формочку без дна. При этом мне его надо перезавернуть. Вот в чем тут сложность. Сложность первый раз вытащить сыр из формы с донышком. В данном случае вытаскивается достаточно легко. Что меня несказанно радует. Такая у нас головка получилась. Перезаворачиваю ее. Сюда пойдет у нас вот эта штука. Теперь уже смело могу использовать форму без донышка. Вот таким вот образом. Видите, очень удобно с этими дренажными поверхностями работать. Сетчатыми. Опять-таки стараюсь максимально расправить все складочки. И будем прессовать. Друзья, будем прессовать по следующему регламенту. Первые 5 часов прессования весом 5 кг. Далее перезаворот сыра и 5 часов прессования весом 10 кг. Далее еще один перезаворот и прессования весом 20 кг. Еще 5 часов. Всего 15 часов. Вес 5 кг. Через 5 часов 10 кг. И через 5 часов 20 кг. Последнее прессование я буду делать уже без вот этой вот органзы. Без дренажной ткани. Так, сейчас выставим вес. 5 кг нам надо. Поехали. Будет ночь, поэтому я не буду снимать уже все эти прессования. Я просто еще раз повторяю. Весом 5 кг в течение 5 часов. Далее перезаворот. Переворот самой головки. И 10 кг 5 часов. И после этого опять-таки переворот головки. Уже можно без органзы. Или там быстросерпянки, в чем вы прессуете. И весом 20 кг еще 5 часов. После этого извлечем сыр и приступим к дальнейшим действиям. На следующий день можем извлечь нашу головку из-под пресса. Прессовался он весом. Последний раз 20 кг. Как я и говорил, последнее прессование я делал в форме уже без ткани. Почему я большими весами говорю, что в форме без дна удобней. Достаточно сложно сырок извлечь. Друзья, вот такая вот у нас фантастическая просто получилась головка. Сейчас я ее хочу сразу же взвесить. Показать вам, сколько она весит. Как бы сделать так, чтобы было видно. Так, тарируем платформу. Ноль. 1950 грамм. Почти 2 кг головка. Хочу сказать, что у меня, когда я зерно под слоем сыворотки заправлял, у меня еще немножко зерна осталось. То есть, там еще грамм 100 получилась маленькая головка. Также рикотта, сваренная из этой сыворотки. 812 минус 150 грамм тарелочка. То есть, грубо говоря, 650 грамм рикотты, чуть больше. То есть, выход я считаю очень хороший. И сырочек очень красивый. Следующим этапом нам надо сыр посолить. Что касается посолки сыра, друзья, вы часто задаете вопросы. Почему ты говоришь для разных сыров разные временные промежутки на посолку каждого килограмма сыра? Очень по простой причине. Дело в том, что соль в данном случае это не только пищевая добавка. Соль в сыре играет и роль регулятора влажности, и роль консерванта. Поэтому, чем дольше у нас, чем более сухой у нас сыр должен получиться, и чем дольше срок вызревания, тем дольше мы его солим. Допустим, пармезан мы солим из расчета где-то 12 часов на каждые полкило головки. Буковинский сыр мы будем солить из расчета на килограмм головки 6 часов. То есть, в моем случае, 12 часов. А головка, кстати, потрясающая получилась. Именно то, что надо. Структура сыра закрытая. То есть, она идеальная. Просто идеальная. Смотрите, я приготовил концентрированный рассол. Как это делается, друзья? 1 килограмм соли, 4 литра воды. Доводим до кипения. Соль полностью растворяется. После этого охлаждаем до комнатной температуры. И процеживаем через марлю, сложенную в несколько слоев. Или фильтр для кофе. Но через фильтр предпочтительный, но значительно дольше. Рассол можно использовать несколько раз. Единственное, что не забывать, что сыр, когда засаливается, он забирает из рассола соль и отдает в рассол воду. Рассол можно хранить в прохладном месте. В холодильнике не обязательно. Так вот, к чему я это? Рассол истощается. И после каждой засолки примерно 2-3 столовые ложки соли надо добавлять и растворять. Помимо этого, в рассол мы добавляем 1 столовую ложку пищевого уксуса. Это нужно для того, чтобы не понижать кислотность сыра в процессе засолки. Если мы не добавим уксуса, то, соответственно, кислота будет вымываться из сыра. И кислотность сыра будет понижаться, что негативно повлияет на его вкусовые качества в процессе созревания. То есть мы остановим повышение, рост кислотности или даже ее понизим. Далее на 4 литра рассола мы добавляем 1 грамм сухого хлористого кальция. Для того, чтобы не замыливалось, для того, чтобы, опять же, не вымывался рассолом, чтобы не вымывался кальций из головки. Чтобы у нас не замыливалась верхняя корочка, в данном случае, головки. Может, вы наверняка обращали внимание иногда, что сыр засаливаешь, и вот он становится такой замыленный, как бы слизкий. Вот для того, чтобы избежать этого эффекта, мы добавляем хлористый кальций. Сыр в рассоле плавает. Есть два варианта. Либо его придавить чем-то, например, вот таким вот образом, чтобы он утонул. Это худший вариант. Лучший вариант в процессе засолки переворачивать сыр четное количество раз. То есть, допустим, мы посчитали, сколько? 12 часов, да, Ларис? Значит, 12 часов каждые 3 часа сыр переворачиваем. Вот таким вот образом. А через 12 часов, друзья, встретимся и будем продолжать, продолжать, продолжать готовить наш Буковинский. Засолка закончена. Друзья, я еще такой момент упустил. Это, в принципе, касается любой засолки сыра в рассоле. Лучше это делать в холодильнике. То есть, я раньше говорил, что при комнатной температуре в более ранних видео. Но изучив более досконально вопрос, сейчас я рекомендую засолку делать в холодильнике. Смотрите, что касается вот потери влаги. Если вы обратили внимание, сыр вчера был достаточно мягкий, эластичный. После засолки он отдал достаточно большое количество влаги. Блин, от формы осталась некрасивая штука. И стал значительно тверже. Теперь нам его надо обсушить. Вот обсушку мы можем делать при комнатной температуре. Обсушиваем в течение, ну, при комнатной имеется в виду не выше 20 градусов. То есть, или ищем прохладное место в помещении. Не возле батареи, конечно же. Если такого прохладного места нету, то тогда в климатической камере. То есть, идеальная температура для обсушки 18-20 градусов. Обсушиваем в течение полутора-двух суток. Ну, вот обычно это так занимает при комнатной температуре. Наша задача добиться того, чтобы сыр тактильно был полностью сухой. Мы его переворачивать будем, ну, как минимум 4 раза в сутки, чтобы он равномерно сох. И лучше всего использовать вот такую вот решеточку от микроволновки. До встречи! Через 2 дня просушка закончена. Вот так вот тактильно у нас сыр ощущается как сухой. Он прохладный, но сухой. И можно приступать к покрытию. Я покрываю полимерным, водно-полимерным покрытием паракод. Оно антибактериальное и не имеет резкого запаха. Также можно покрывать латексом. Латекс хуже тем, что сам по себе латекс пахнет. И верхний слой сыра, который близкий к корочке, он пропитывается этим запахом. Также можно покрывать воском. У нас на канале есть видео, как сделать из пчелиного воска, сделать покрытие, восковое покрытие для сыра самостоятельно. Потому что те покрытия, которые продаются, они достаточно дорогие. Совершенно спокойно, можно это сделать в домашних условиях, без всяких проблем. По поводу, вы часто спрашиваете, по поводу термоусадочных пакетов. Вот термоусадочные пакеты, это последнее покрытие, которое я бы рекомендовал бы для покрытия сыра. Ну, не нравится оно мне. Во-первых, не имеет антибактериального эффекта. Во-вторых, не запечатывается полностью. И вот в эту вот завязочку пакета, если проникает какая-нибудь болезнетворная бактерия, то все, пиши, пропало. Вы не видите под пакетом, что происходит. И, соответственно, ваш сыр испортится. Друзья, покрывать буду в два слоя. Каким образом? Вот так вот половину сыра покрыли. И отправляем его в климатическую камеру или в холодильник. Это просто делается для того, чтобы он быстрее сох. Вот такие вот латексные, водополимерные покрытия, они быстрее сохнут при низкой температуре. Потому что при комнатной температуре вы будете его двое суток покрывать. Отправляем в холодильник. Эта часть высыхает. После этого переворачиваем на противоположную сторону. Покрываем второй раз. Ну, в смысле, не второй раз, а покрываем с противоположной стороны. Высыхает с противоположной стороны. И после этого покрываем второй раз точно так же. То есть формируем два слоя покрытия. Это, на мой взгляд, оптимально. Я проведу эту всю процедуру за кадром, за камерой. И покажу вам готовый результат. После того, как покрытие полностью просохло, можем помещать наш сыр на вызревание в климатическую камеру. Оптимальные условия для вызревания. Температура 10-11 градусов, влажность 75-80%. Друзья, если у вас еще нет климатической камеры, в описании ролика вы найдете ссылки на 4 видео, в которых я рассказываю, как из обычного бытового холодильника сделать полноценную климатическую камеру. Также под этими ссылками есть ссылочки на все запчасти для изготовления. Если вы не хотите заморачиваться со сборкой, то будет ссылка на наш сайт, на котором вы можете купить готовый контроллер. Помещаю камеру на месяц. Вызревать наш Буковинский будет здесь в течение месяца. А через месяц, дорогие друзья, мы его вскроем, продегустируем, попробуем и посмотрим, что у нас получилось. До встречи! Прошел месяц и настал долгожданный момент, когда мы можем попробовать Буковинский сыр. Конечно, месяц это немного. Иногда нам, сыроделам, приходится ждать и полгода, и год, чтобы почувствовать классный результат. И вот, друзья, наш Буковинский. Настоящий, правильный, ароматный, просто класс. Сейчас сделаем нарезочку. Пластичный, супер. Сейчас аккуратненько отрежу тоненький ломтик и покажу крупный план. В результате получился классический полутвердый ломтевой сыр с небольшим количеством механических глазков и с очень приятным ароматом. Вот такой вот он на срезе. Сыр достаточно мягкий. То есть он такой пластично-эластичный. Я вот думаю о том, друзья, мы делали строго по технологической карте. Все-таки я бы его еще недельки-две подержал бы в камере. Вот, мне кажется, он бы набрал бы вкуса. Хотя он и так... Но, смотрите, от Буковинского сыра ждать какого-то фонтана не стоит. Фонтана вкуса, имею в виду. Сыр молодой и достаточно ординарный. В результате мы получили достаточно простой в приготовлении, с коротким сроком созревания, молодой полутвердый сыр. Он, собственно говоря, соответствует всем своим параметрам. По аромату. Имеем легкий сырный аромат. Вот немножечко, совсем немножечко присутствует какой-то такой грибно-гриболесной оттенок этого аромата. То есть он приятный. Ореховых ноток нет вообще. В основном классический сырный аромат. Мы подошли к самому интересному, к дегустации. Но прежде чем я попробую сыр и расскажу, какой он на вкус, друзья, хочу вас пригласить в нашу группу в фейсбуке, которая называется «О приготовлении домашних сыров, колбасы, вкусного домашнего алкоголя». Ссылочка на группу в описании. Группа закрыта. И для того, чтобы стать участником, нужно подать заявку. Я эту заявку одобрю. И вы становитесь участником нашего сообщества. Нас уже больше трех тысяч человек. И вы спросите, зачем мне это? Что это мне дает? Я вам сейчас вкратце расскажу. Ну, допустим, вы варите сыр по рецепту Даниила Перваченко или по видео Даниила Перваченко. У вас возникает в процессе какой-нибудь вопрос. А может, варите сыр по какому-то другому рецепту. Неважно, не обязательно по моему. Вам срочно нужен ответ на этот вопрос. Конечно, вы его можете задать под комментом в видео. В комменте под видео. Но дело в том, что комментариев очень много, и мы отвечаем всего лишь раз в день. А вам нужно срочно. Вы публикуете этот вопрос в группе, и наши сыроделы, наши коллеги вам дают всегда большое количество исчерпывающих ответов. И это касается абсолютно любого сыра, колбасы, домашнего винокурения. То есть любые обсуждения в группе приветствуются. Также вы можете публиковать фотографии и рецепты своих кулинарных шедевров, своих сыров, своих колбас, своего алкоголя. И можете публиковать объявления о продаже. Если вы делаете сыр или колбасу на продажу, эти объявления тоже можете публиковать в группе. Также через группу можно продавать оборудование. Допустим, вы меняете самогонный аппарат или меняете пресс для сыра. Покупаете новый, продаете старый. Соответственно, объявления тоже можно публиковать в группе. Ну что, приступим к самому интересному. Сыр Буковиинский. Реально аромат очень приятный. Он не яркий, он не бьет, как вы понимаете, потому что сыр молодой. Но вот он приятный, такой легкий аромат. По вкусу. Сейчас расскажу. Надо еще попробовать. Классический сырный вкус. Очень легкая кислинка. На заднем фоне есть немножко ощущение сладости. То есть сыр не просто кисловатый, а сыр кисловато-сладкий. И немного есть орехового послевкусия. Ну, в общем, классический, ординарный сыр с коротким сроком вызревания. Но реально очень вкусный. Итак, друзья. Употребление буковинского сыра. В первую очередь, конечно же, это лампетевой бутербродный сыр. Также он классно зайдет в составе сырной тарелки. Помните, чем больше у вас сырная тарелка, чем больше там видов сыров, тем больше вы удивите своих гостей, своих близких. Я люблю делать сырную тарелку из 10-12 видов сыров. И тогда мои гости просто в шоке и в восторге. Ну, конечно, рекомендую так же делать и вам. Сыр очень хорошо плавится. Поэтому, люди моего возраста, помните советскую детскую пиццу, когда приходишь со школой, на кусочек хлебушка, немножко сливочного масла, ломтик колбаски, сверху пару кусочков сыра и в духовку. Вот для горящих бутербродов, конечно же. Также он подойдет для пиццы. И, в принципе, он не положим для пасты, но его можно использовать как кулинарный сыр, потому что плавится он очень хорошо. Хорошо. Фактически, Буковинский – это универсальный сырный продукт. Ну, не сырный продукт, универсальный сыр, сырный продукт. Это немножко другое. С отличным вкусом. Также вот я сейчас его попробовал. Я реально понимаю, очень люблю утром кофе с сыром. Вот этот вот сыр очень классно зайдет под кофе. Вот сочетание кислинка, да, легкая кислинка и сладкое послевкусие. По-моему, очень круто в сочетании с кофе, будет классно. Ну, а мы, друзья, как всегда, представляем вашему вниманию реализацию в домашних условиях приготовления сыра Буковинский. Мы делали, максимально адаптировали технологическую карту производственного приготовления этого сыра под домашние условия. Тем не менее, все основные моменты здесь были соблюдены, и сыр получился, ну, классический Буковинский получился такой, как он должен быть. Большая просьба, когда приготовите Буковинский по нашей рецептуре, напоминаю, ссылочка на текстовые пошаговые рецепты, все ингредиенты в описании. Обязательно напишите в комментах о результате, либо же в группе выложите фотографию своего сыра. Ну и, конечно же, если у вас остались какие-нибудь вопросы после просмотра данного видео, или в процессе приготовления у вас возникнут вопросы, можете задавать их в комментариях, а можете задавать в нашей группе, участником которой вы станете после просмотра этого видео. Ну, я очень надеюсь, что вы присоединитесь к нашему сообществу. Друзья, готовьте сыры, не покупайте. В магазинах сыр не продается. Если продается, то очень задорого. А вот то, что на полках обычных супермаркетов, это всегда с трудом можно назвать сыром. А наша миссия – показать вам, что готовить классный сыр в домашних условиях, классный, полезный, натуральный – это просто, и это очень круто. Это реально очень круто. Варите сыр, оставайтесь с нами, а мы готовим для вас вкусные сыры, колбаса и домашний алкоголь. Всего доброго, пока!